Здравствуйте, в прямом эфире студия Репортер и я ее ведущий Константин Гречаны. Сегодня министр иностранных дел Венгрии сделал достаточно жесткое заявление по Украине. Напомню, Венгрия критикует украинскую власть за принятие закона об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинств, в первую очередь венгров в Украине, также еще ряд соседних государств критикуют Украину за закон об образовании. Но вот сегодня то, что прозвучало, что Венгрия будет добиваться отмены ассоциации с Европейским Союзом, отмены соглашения в ассоциации Украины и Европейского Союза. И этот вопрос будет обсуждаться 16 числа в Люксембурге на встрече министров иностранных дел европейских государств. Грозит ли, реальна ли угроза отмены ассоциации с ЕС для Украины? Такой сегодня у нас интерактив. Если считаете, что да, звоните по номеру 784-80-81. Если считаете, что нет, по номеру 784-80-82. А я представлю наших гостей. К нам сегодня пришли политологи Геннадий Чижов. Добрый вечер. И Михаил Кацин. Здравствуйте. Добрый вечер. Также к нам по ходу эфира присоединится Михаил Шмушкович, глава городской организации партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Если у вас есть вопросы к нашим гостям, звоните по номеру прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Геннадий, давайте начнем с вас. Сегодня также этот вопрос активно обсуждался в парламентской ассамблее Совета Европы. И достаточно такие звучали жесткие оценки закона. В то же время Петр Порошенко, который присутствовал на заседании ассамблеи, сказал, что он готов вносить изменения в закон. Есть ли те, которые предложит Венецианская комиссия? Как вы считаете, почему нельзя было этот закон сначала дать на Венецианскую комиссию, а потом уже принимать? Действительно, проблема, наверное, в том, что мы начали слишком много реформ, в том числе образовательные реформы, которые отражены в этом законе об образовании. Такое непомерное количество реформ, уже сами эксперты путаются в этом количестве, от 62 заявленных первоначально до 144, о которых периодически идет речь. Вот в этом и проблема, что на большой скорости огромное количество проблем. И комплексно не собрали экспертов. И, кстати, предвосхищая итоги нашего возможного разговора, я бы предложил сразу, что закончится все переводом в экспертное обсуждение, консультации и доработку этого закона. Речь идет о том, что с формальной точки зрения, конечно же, вторая статья соглашения говорит о том, что все стандарты соблюдены, и мы с каждой страной советовались, даже с Россией трехсторонние переговоры были. Не было претензий, ну, Голландия, Нидерландов были небольшие претензии. В итоге все вроде было нормально, да? И мы формально соблюдаем права человека и основные свободы. А это как раз является моментом спорным, является ли нарушение основных свобод и прав обучения граждан только на своем национальном языке, и при этом не трогать языки государственные, ну, как бы дело добровольное уже там изучать его, не изучать. А мы, видите, поставили вопрос, как нет, нарушаются права наших граждан, которые не могут в полной мере использовать знания своего государственного языка, и потом в дальнейшем развивать свою карьеру и жизненные возможности реализовать. Вот это такой дуализм, и эти проблемы вылились в следующие моменты. У нас не до конца разработана этнонациональная политика. Эта проблема, она висит в воздухе, и никто ее не отменял. Ряд статей, которые я опубликовал в 7-8-9 годах, они не имели оппонирования особого, потому что с этим были согласны по умолчанию большинство специалистов в области однополитологии. Ну, и не только в однополитологии, а люди, которые изучают правовые аспекты этой проблемы. Соответственно, коротко, если сказать, то все-таки мина замедленного действия существует, и вот я о некоторых моментах хотел бы подчеркнуть, сказать, что у нас, например, в Конституции есть противоречия в двух статьях, в 11 и в 12, в которых, оказывается, национальные меньшинства приравняли через запятую с коренными народами. Будем вам показать, оператору. И в итоге, что у нас получается? 119-го дня, статья Конституции и 92-я. Исключительно законами Украины определяются права коренных народов и национальных меньшинств, что поставили в одну правовую плоскость вот эту проблему. А тем не менее, в законе, мы читаем об образовании новом, свежем, что коренные народы в дошкольных учреждениях и в средней школе, иначально, соответственно, изучают свой язык, который требует, согласно хартии о региональных языках и языках меньшинств, а не национальных меньшинств. Опять же, противоречивая нашему законодательству, этот свой национальный язык изучают, и на нем предметы. А нацменьшинства почему-то ущемлены, хотя, опять же, это не нацменьшинство, согласно Европейскому конвенции и тому же постановлению рабочему документу ООН 1996 года, определение меньшинств, где исключается слово «национальные», для того, чтобы не было... То есть вы видите противоречие, главное противоречие, терминологии, кого считать национальным меньшинством, а кого коренным... Они не базово, они не нарушают права, но они настолько вводят в путаницу, что можно завести потом в блуд и дальше вот эту проблему, потому что национальное меньшинство, им только разрешается в дошкольных, в учреждениях детских, то есть в садиках, в каких-то образовательных центрах, и в начальной школе, хотя они у нас в конституции выровнены, понимаете? Вот это одно из противоречий, о котором можно дальше рассуждать. Михаил, добрый вечер. Я напомню, к нам присоединился Михаил Шмушкович, глава городской организации БПП «Солидарность», как я и анонсировал в начале эфира. Михаил, к вам тот же вопрос, да, почему вот сначала не на Венецианскую комиссию, сначала принимается закон, а потом уже с задним числом изменения? Ну, смотрите, у нас же в отличие от некоторых наших соседних стран конечный результат, который будет, пойдет в Верховной Раде, далеко не всегда является ясным. Там вносится огромное количество поправок, вносятся изменения, и показывает в Венецианской комиссии проект, ну, проект чего? Это, как раз, на мой взгляд, достаточно логично. Да, конечно, то есть вот по антиковолюционному суду там звучало, должен он быть, не может он быть и так далее, когда понимается фундаментальное решение. Поэтому вообще я не вижу никакой проблемы, потому что просто физически могло тот проект, который внесли, и то, что могли вынести, сильно отличаться. Поэтому вообще нет никакой проблемы в этом. Да, безусловно, к закону об образовании, как и многим другим законам, есть масса претензий. Какие-то из них обоснованы, какие-то из них необоснованы. Ситуация с Венгрией тоже, ну, я все отвечаю на главный ваш вопрос. Я понятна тоже ситуация. Я лично знаю жителя Закарпатской области, который проживал, если не ошибаюсь, в Бережанском районе, и Закарпатье, который говорил, что он впервые в 21 год столкнулся с необходимостью учить еще державную мову, что русский язык. До этого у него такой проблемы не было, он говорил на Мадьярском. И это достаточно большой район, и в Закарпатье, если я не ошибаюсь, 90 тысяч этнических венгров. А венгерский язык, мадьярский язык очень сильно отличается, скажем так, вообще от любого практически языка соседнего. Отдельная языковая группа. Отдельная языковая группа, то есть там есть свои особенности. А что касается, почему такая позиция в Венгрии, ну, это как бы тоже очевидно, и примерно то же самое мы видим в Испании с Каталонией, мы видим в Румынии, когда большое количество жителей страны, избирателей, вернее, проживают за пределами страны. В Румынии была такая ситуация, когда именно голоса проживающих за пределами Румынии, граждан Румынии, решили судьбу парламентских выборов. Такое там было, когда на территории самой страны победила одна партия, а если когда посчитали все голоса, то победила другая. И такое бывает, и события, ну, вот эти события, которые происходят во всех вышеперечисленных странах, на самом деле я больше связываю с внутриполитическими процессами, с внутриполитической борьбой, с выборами, которые проходят там. В тех странах? В тех странах, совершенно верно. То есть это заигрывание с электоратом? Да, патриотическим, националистическим электоратом. Ну, я вот с вами единственное, что не соглашусь все-таки по закону. У нас такое количество правок, что, потому что, наверное, не очень качественно работают комитеты Верховной Рады. У нас такое количество правок, потому что у нас есть демократия, и то, что у нас любой, в том числе и оппозиционная фракция, может подать поправку, и иногда проходят даже их поправки. Михаил, ваше мнение. Почему закон попал на Венецианскую комиссию после того, уже как был принят Верховной Радой? Ну, знаете, я абсолютно здесь согласен с коллегой, поскольку действительно невозможно отправлять проект в Венецианскую комиссию, не зная, какой окончательный вариант он приобретет, пройдя через комитет Верховной Рады, через сессионный зал и так далее. И вполне нормально, когда в законопроект вносится множество поправок. Я тут ничего нового не добавлю, кроме того, что это принципы демократии. И наоборот, очень хорошо, что у нас вносится так много поправок. Любой законопроект проходит определенную стадию фильтрации и кристаллизации. Это абсолютно нормально. Я бы хотел ответить, собственно, на главный вопрос нашего эфира, а именно угроза дальнейшей европейской интеграции Украины в контексте данного законопроекта. Дело в том, что я считаю, что данный закон не повлияет на наши перспективы в процессе европейской интеграции. И вот буквально несколько дней назад, 10-го числа, 10-го, то есть вчера, 10-го октября, было заседание комитета по иностранным делам Европейского парламента, где депутаты Европейского парламента предложили на рассмотрение саммита восточного партнерства, который состоится 24 ноября текущего года, новый формат восточного партнерства именно для тех стран, которые подписали соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Я напомню, это Украина, Грузия и Молдавия. То есть речь уже идет о том, какие дополнительные бонусы, какую дополнительную мотивацию создать для стран, которые все-таки подписали это соглашение. Я напомню, что ряд стран, именно Азербайджан, Белоруссия, Армения, они выпали из этого процесса в силу давления Российской Федерации. Так вот, сейчас речь идет не просто об откате интеграционного процесса Украины, а наоборот, о возможности, например, вступления Украины в таможенный союз Европейского Союза. Мы знаем, что таможенный союз является основой функционирования единовнутреннего рынка Европейского Союза. Кстати, соглашение об ассоциации нам гарантирует постепенную интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, то есть свободу передвижения наших товаров, рабочей силы, капиталов и, естественно, сервис. Так, то есть фактически и то же самое вступление и вот создание единого роумингового пространства с Европейским Союзом, которое снизит радикально стоимость телефонных переговоров, то есть значительное. Также ряд инфраструктурных проектов, вступление Украины в энергетические союзы и так далее, и так далее. То есть речь идет об углублении интеграции, а не об ее откате. И я убежден, что данный закон в конечном итоге действительно не повлияет на интеграционный процесс, а будет обычным пшиком в отношении реакции международного сообщества, конкретно Венгрии, Румынии и Польши. И я абсолютно согласен с Михаилом, что здесь идет в основном ориентация на внутреннего избирателя, на внутреннего потребителя вот этой темы. И действительно, данный вопрос, он через буквально несколько недель, он перестанет быть настолько актуальным. Просто сейчас Венгрия пытается выжать максимум из этого вопроса для себя. Мы помним, что в Венгрии сейчас право радикальное правительство, достаточно консервативное. Так, естественно, что вот это их, такие темы, это их конек. Так, ущемление прав венгров и так далее, и так далее. Геннадий, по вашему мнению, вот те заявления, которые звучат от группы стран, естественно, в авангарде которых Венгрия идет, вот это действительно показушные моменты или будут реальные, они ставят палки в колеса Украине, препятствовать нашей евроинтеграции, да, и обсуждать вопрос возможности разрыва ассоциаций. Ну, вот до такого, я думаю, что не дойдет, конечно, но тем не менее, будут уступки определенные со стороны Венгрии, вплоть до того, что они попросят отменить договор о свободном торговле, часть договора. Вот смотрите, Министерство иностранных дел, министр иностранных дел Сеярта, он же поднимает вопрос на ближайшем заседании кабинета министра, вернее, встрече министра иностранных дел Европейского Союза. И Украина остается одна, она имеет крайне слабое отношение, в двусторонних отношениях, а за Венграми стоит Вашенградская четверка, стоит статус члена НАТО, стоит статус члена Европейского Союза, более высокие позиции. И здесь они будут искать уже самые маленькие недоработки, самые маленькие нестоковки, и поэтому языковый вопрос, язык вирди преподавания, для них это символ, и в этом плане это символ построения новой идентичности, это в лучшем случае, а в худшем случае это обостряющийся, вот то, что сказали колени Борьба за патриотический электорат. Но мы не знаем до конца их карт, мы не можем из них карты посмотреть, но я думаю, что диалоги с Венгрией мы просто продемонстрировали уже до этого беспечность определенную, надо было на заранее вести консультации и с Румынией, и с Грецией, и с Болгарией, и консультации эти вывели на более гладкое течение вот этой проблемы, связанной с обсуждением разработки, принятия, поправок и так далее, обсуждения и подписания. И вот в итоге, давайте говорить откровенно, президент среагировал, он удачно достаточно среагировал, но он среагировал, он сказал, что нужно направить в Венецианскую комиссию, которая должна примерно к началу декабря свои выводы сделать, и хотя это является рекомендательным характером ее решения, но тем не менее политическая, политико-правовая часть имеет наличие, а 477 статья соглашения, думаю, будет работать все-таки в нашу пользу, дай бог, чтобы они пришли и 478 статьи, по которой уже мы можем иметь эти санкции, о которой вы говорите. Но не все так легко, нужно обязательно вынести урок с этой ситуации, она на самом деле создает определенное напряжение для нашего и общества, и сознания, и отношений с зарубежными странами. И чтобы такого не повторялось, я же еще раз говорю, нужно обязательно до этого проводить общение с гражданским обществом, с экспертным сообществом, и встречаться с представителями этих стран, нужно было, у которых есть вопросы, и которые правильно заявляют о том, что если копать дальше, у вас же коренные народы, практически их фактически нет, и моей классификации, которую я публиковал в 2007 году в журнале «Лукоморье», я это четко доложу, у меня не было оппонирования «Лукоморье» журнал «Археология, аналогия, история Северо-Занечественного Черноморья», издатель «Центр ЛАД», который я возглавляю, четко пишется, что другие народы Украины, но не коренные народы, а это именно крымские татары, караимы и крымчаки. Я четко на этом настаиваю, и мало того, хотелось бы, чтобы мы привелись в общество и законодательство в соответствии с европейским вопросом этнополитического развития. Михаил, сегодня президент Украины выступал в парламентской ассамблее Совета Европы, звучала достаточно жесткая критика, причем от представителей разных стран, разных партий. Как вы считаете, Украина несет имиджевые потери в связи с вот этим нагнетанием ситуации? На самом деле, мы не согласны с вами, не согласны с предыдущим выступающим. В счастье того, что не велись переговоры, вот даже позиция Болгарии, которую сейчас мы наблюдаем, и связана не с тем, что как бы у нас мало болгар, которые хотят учиться на болгарском языке, их на самом деле даже поболее, чем венгров, если брать по в общем составе, а просто в связи с тем, что в Болгарии на сегодняшний день левые партии находятся у власти, и для них это не первоочередной вопрос. И сколько бы консультаций не проводить, право радикально, как правильно было сказано, венгерская на сегодняшней партия власти, это все, извините, до одного места, у них надо готовиться к выборам, им надо мобилизировать свой электорат. Что касается критики от разных партий, ну не секрет, что там было связано, что в ПАСЭ прошли достаточно серьезные, даже можно сказать, тектонические изменения, это и отставка предыдущего руководителя ПАСЭ, в кавычках добровольно, которой очень много приложила украинская делегация, и то, что российскую делегацию, ну фактически резолюциями вывели за состав ПАСЭ, это и то, что впервые в истории ПАСЭ, ну у них какой принцип, у них квотный принцип, вот сейчас вот председатель за народной партией, как было до сих пор, кого поддерживает народная партия, тот становится председателем, сейчас впервые произошло то, чего не было никогда, от народной партии прошло два кандидата, и победила не та, которая поддержала сама народная партия. В ПАСЭ идет структурные изменения, в ПАСЭ существует достаточно сильное проруссийское обе, которое там формировалось и подкармливалось не один год, и в принципе ничего другого, как в сегодняшнем выступлении ожидать-то и не председатель. Ну вот в подтверждение Ваших слов по поводу консультации, я могу сказать, что в этой студии сразу после принятия закона были представители Болгарии, ну болгарского национального меньшинства в Украине, были представители гагаузской организации, они достаточно-таки толерантно отнеслись к принятию закона, даже болгарская журналистка сказала, что в принципе он открывает определенные новые возможности для национальных меньшинств. На самом деле, вот мы в этом сошлись в самом начале эфира, что реакция стран не связана с интересами даже по большому счету вот тех национальных меньшинств, которые существуют в нашей стране, которые проживают, что румыны, что болгары, что венгры, что поляки, а на самом деле он касается в первую очередь их внутри политического состава. Вот на сегодняшний день в Венгрии и в Польше правые и праворадикальные силы у власти, поэтому реакция более жесткая, в Болгарии левые, поэтому реакция более глядя. Вы согласны с этим утверждением? Вот я почему этот вопрос опять вот актуализирую? Геннадий сказал о формировании новой венгерской идентичности, но, наверное, речь надо все-таки говорить больше о консервации имперской идентичности, имперского мышления. Вот мы не получим ли, скажем так, этническую группу, которая будет, наш сосед по территории, но при этом крайне вражески настроена к нам? Сейчас Михаил ответит, и я дам вам слово. Нет, я в этом отношении абсолютно не соглашусь. Дело в том, что, опять же, реакция Венгрии, и, как уже было сказано, она была продиктована исключительно теми силами, которые сейчас во власти Венгрии. Мы помним, что неоднократно к Венгрии высказывались претензии со стороны и Европейской комиссии, и Совета Европейского Союза, и Европейского Совета в отношении соблюдения прав человека и в отношении, по сути, такой мягкой, латентной узурпации власти Венгрии. Поэтому вот такой повод, это в том числе попытка, собственно, перевести фокус обзора на Украину и на вот этот закон об образовании. Я убежден, что данный закон не вызвает никакого противоречия, никакого столкновения и внутри страны, и более того, это не приведет к долгосрочному конфликту между Украиной и Венгрией. И, по сути, после заключения Венецианской комиссии, мы ожидаем его в декабре, наверняка, может быть, будут несены какие-то поправки. Но самое главное, что закон, он вступил в силу, и, собственно, закон, он открывает дополнительные возможности не только для украинцев, но и для всех абсолютно этнических групп, которые, собственно, присутствуют в нашей стране. И, более того, действительно, на этот закон образования нужно смотреть достаточно широким обзором, поскольку этот закон открывает и возможности формирования новой школы украинской. А новая украинская школа потянет за собой и дальнейшую реформу высшей школы украинской. Это очень важно. Поэтому мы должны смотреть глобально на этот закон, и абсолютно нормально, когда уважающее себя государство заботится о формировании культурной и политической идентичности. И приезжая в Австрию, приезжая в Германию, мы обязаны будем выучить немецкий язык, если мы хотим там обосноваться, учиться в школе, закончить университет и так далее. Я больше вам скажу, что те этнические немцы, например, которые в свое время приезжали из Советского Союза на территорию Германии, они обязаны были сдавать экзамены, знания немецкого языка. И после развала Советского Союза была такая практика. Потому что немецкий язык, вообще любой язык государств является основой существования этого государства Украины, это украинский. Венгрия просто имеет особую историю. После Первой и Второй мировой войны огромное количество этнических венгров оказалось в других государствах, когда были изменены границы. Это и Трансильвания, где поживает на колоссальная венгерская община. В нашей Закарпатье, где живет, тоже большая, особенно в одном, по-моему, даже в двух районах, большая венгерская. Даже партии есть венгерские. Даже две венгерские партии, обе представлены в местном законодательном собрании, в местном областном совете. Есть ситуация в Воеводине, Сербии, этого тоже сходу могу перечислить. И на самом деле, естественно, для них это болезненный вопрос, как в свое время Адольф Гитлер в свое время начал с того, что начал возвращать этнических немцев в это вот Судетское область, дальше Астре. Потом, недавно мы видели, что делал Владимир Путин в Крыму. Опять же, Крым наш, Крым вернулся домой, и все то же самое. Нечто подобное, пускай в мягкой форме, без танков, пытается делать нынешняя коалиция для того, чтобы поднять свой рейтинг. Может бороться в Румынии, борется в Румынии, может бороться в Украине, делает у нас. Может начнутся какие-то события в Сербии. Я напоминаю вам, когда были события в Косово, когда шли бои, то есть тогда поднялся вопрос о венгерской автономии Воеводине. Ну, то есть это же не, оно возникло ни вчера, ни сегодня. Это ситуация после мировых войн, новых границ, и будет еще, к сожалению, ни один, ни два дня. Евросоюз несколько смягчил эти противоречия, поскольку, как бы, ну, страны оказались в рамках единого союзного государства. Ну, во-первых, мы, и поэтому, как бы, часть проблем, ну, по отношению Румынии и Венгрии, они, как бы, загнаны в тень, но они никуда не пропали. Я хотел бы вот в заключение передачи, наверное, еще подчеркнуть для наших телезрителей очень важную вещь, которая отражена в хартии региональных языков и языков меньшинств. И вот здесь она защищает как раз права не носителей языка, а исключительно языки сами по себе, те, которые, ну, учатся на стадии вымирания, или ему угрожает вымирание, или они не имеют, в итоге носители этих языков не имеют своей собственной государственности. Вот эта проблема, вот эта колоссальная проблема, которую мы не понимаем. И второй момент, это в Европе давно уже существует доминанта, такая и устоявшееся положение, что неважно, какой ты по земле и по крови, нет такого национального признака, а есть признак самоидентификации, там идентичность, это означает самоидентификация человека, кто он, может быть, извиняюсь, там, условно говоря, black, черный, да, или желтый в парасе по своей, или еще там с какой-то другой особенной территории, отличаются внешне очень сильно. Но он самоидентифицирует себя французом, значит, он француз, самоидентифицирует себя украинцем, значит, он будет украинцем. Маколка, бананин, извиняй, дыма. Это шутка, которая имеет корни отсюда. Так вот, это как раз важнейший момент, который, слава Богу, что нет противоречия в нашем законе образования, вот здесь. Да, он дает права равные, но немножечко, конечно, есть проблема, что вот все-таки только в начальной школе. И вот тут нестыковка, я повторяю, коренные народы, которые, кстати, еще до нестыковки в законодательстве Украины, они могут быть только тогда коренными, когда были какие-то у них выборы или референдумы. У нас этого не было. И поэтому у нас слетел этот вопрос, конституция, есть коренные народы, а реально по факту его нет. А это тоже будут эксперты венгерские, румынские и так далее обращать внимание, чтобы подливать масло в огонь. Тут я согласен с коллегами, что это все-таки политизируется в целом. Но проблема никуда не ушла. И мы еще раз цитируем статью, которая была в 2008 году, мы напечатали, что в результате на свободное вылезавление о неявлялении ученых про статус этнической группы. Нужно было доводить до конца вопросы и в Крыму, кстати, и международное право, качество основного критерия этноса, в скобках народа, рассматривает на явность его представителей самостоятельного этнического самосознания. Но у венгров есть, это все слабо, и мы защищаем пока только язык. И не носителя, а язык, как культурно-историческую ценность. Давайте подводить итоги. Я попрошу режиссера студии сообщить мне результаты. Напомню, мы спрашивали у наших телезрителей, реальна ли угроза отмены ассоциации с Евросоюзом. И, в принципе, все наши эксперты сошлись во мнении, что такой большой угрозы сейчас нет. 56 считают, что да, и 44 считают, что нет. То есть, большинство все-таки телезрителей считает, наверное, вот оно медийно так выглядит, да, что ситуация нагнетается, но вот это мое субъективное мнение. Михаил? На самом деле, я тоже с вами согласен, то есть, ну, как бы мы все в этом абсолютно солидарны, никакой проблемы именно ассоциации нет и близко. Да, безусловно, с Венгрией будут проблемы, да, будет после этого. И с Румынией тоже. Ну, после выпуска пара будет какой-то, как бы, период, как бы, сглаживания ситуации, будут взаимные реверансы, будут какие-то культурные вещи обмены, возможно, какие-то будут финансирования получат общины, ну, и так далее. Ну, сейчас я уже фантазирую. Но, конечно, безусловно, какое-то продвижение каких-то вопросов нашей страны в экономических переговорах ЕС, оно будет затруднено, но, опять же, по всем, опять же, большому уважению к нашим соседям ни Румынии, ни Венгрии определяют по-настоящему политику ЕС. Хотя, как бы, Венгрия показывала, что в определенных случаях она может, как бы, сбрыкнуть и жестко оставить свою позицию, но, опять же, это Венгрии ничего не дало, я думаю, что они даже сами поняли. Вопрос в первую очередь, все-таки это Германия, это Франция, это два столпа Европейского союза. Я думаю, от их позиции будет зависеть наше дальнейшее подвижение на Запад. В первую очередь, конечно. Михаил? Знаете, любое государство, так же, как и человек, должно думать не просто короткими отрезками временными, а длинными временными отрезками. Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы наша страна, вот это замечательное английское слово coherent, да, то есть была более сплоченной, имела перспективы развития, чтобы из нашей страны не уезжали люди, не эмигрировали, мы должны проводить ряд реформ. С одной стороны, экономическая реформа, то есть мы создаем стимул для того, чтобы люди оставались у нас и они трудоустраивались и были довольны своей жизнью. С другой стороны, если мы не проводим вот эту вот реформу и фактически не создаем условия для изучения украинского языка представителями разных этнических меньшин нашей страны, мы создаем условия, при которых достигнув 18-летнего возраста, они не только по экономическим причинам, но даже по гуманитарным причинам, они поедут в Венгрию, в Румынию, то есть другие страны. Поэтому нам очень важно проводить вот одновременно эти реформы и создавать как экономические стимулы, так и гуманитарные стимулы для того, чтобы люди не покидали нашу страну, не эмигрировали. Ну, в принципе, мы в Крыму видели, когда отсутствуют попытки интеграции определенной этнической группы вот в украинское общество, чем это заканчивается? Да, Геннадий. Закончится, может, в итоге все тем, что, ну, оптимальный, конечно, идеальный вариант, в котором бы хотели бы этнологи, однополитологи, там, историки, на нем будут, конечно, настаивать. Но это зависит от экономических, как сказали правильно, условий. Если будет все-таки вот эта точка между меньшинствами, подчеркиваю, не национальным меньшинствами, а меньшинствами, что-то оскорбительное слово, национальным меньшинствами, это уже признано. И просто, значит, народами, остальными украинскими проживающими поставили знак равенства, вот тогда это будет по-европейски. Вот на это будет главное цепляться Венгрия и Румыния. И если это будет сделать, то есть будет в школах дано право и в средней школе получать образование за счет государства, учи, пожалуйста, все предметы наук на своем языке и на украинском. Выбора, право выбора, вот тогда уже не будет вообще никаких сомнений. Потому что сейчас получается, что человек говорит, я четыре класса закончил в начальной школе, а потом я не могу, мне не дано право, мне надо нанимать репетитора, чтобы поступать в украинский вуз. Везде в основе экономическая вот неэффективность государства, которое не может себе позволить такие дорогие вещи. Я благодарю вас за интересную беседу, за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях были политологи Михаил Кацин и Геннадий Чижов и руководитель городской организации БПП «Солидарность» Михаил Шмушкович. Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречаный.